Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о ароматах с нотой миндаля. Я недавно приехала с небольшой, у нас был отдых, тут под Сиднеем, за городом, скажем так, и у меня нос сгорел, так что не обращайте внимания. Красный нос, Дед Мороз я буду сегодня. И начнем. Сегодняшнее видео будет о ароматах с нотой миндаля. Для меня нота миндаля является или той нотой, которая обогащает аромат и делает его более таким интересным и каким-то округлым для меня, и прекрасным, скажем так, или наоборот она является раздражающей нотой, которая вот просто вот раздражает и может перечеркнуть вообще все, всю композицию. Ну вот такая вот у меня с миндалем история. Ну вот захотелось мне сегодня поговорить именно об ароматах с нотой миндаля. Захотелось чего-то такого вкусного. И начну, наверное, я с аромата, который у меня уже закончился, но оставил очень-очень приятное послевкусие после себя. Это аромат от Terry de Gunsburg, Flagrant Delice. Он у меня был в размере 50 мл, великолепный. И там миндаль именно вот, он является, да, центром композиции. Он вот белый, он какой-то кремовый, он такой вот, знаете, округлый, нераздражающий, отлично подходящий вообще вот под любое настроение. В то же время десертный, манкий. Такой вот прям, ну, обалденный. Обалденный, очень-очень мне нравится Terry de Gunsburg. Другие ароматы пока я еще только, ну, распробую, распробую. Но вот Flagrant Delice, помню, он у меня появился позапрошлым уже, наверное, летом. И сразу же меня сразил, покорил. Очень мне понравился. И вот сносила я его с удовольствием. И до сих пор вспоминаю прям с любовью. Может быть, еще раз когда-нибудь повторю. А другой аромат, который у меня был, это аромат от компании Montal. Mukhalat. Mukhalat яркий представитель этого парфюмерного дома. Многие с ним знакомы. Я заказывала его вслепую. Он мне быстро надоел. Вот у Montal для меня, у Montal для меня очень, они яркие, они иногда перенасыщенные. Они иногда вот, они тебе вроде сначала нравятся, а потом они скатываются в какую-то такую, ну, не банальность, но надоедают. Вот сейчас у меня такой период, Montal вот мне надоел. И пока больше даже, ну, не хочется ничего пробовать. Если бы они выпускали поменьше-чуть флаконы, то да, возможно. Но 100 миллилитров мне точно не одолеть никогда ни за что. Так вот, Mukhalat, там тема клубники, клубничного варенья, очень сахарный аромат, очень приторный, очень десертный. Но миндаль его спасает, на мой взгляд. Миндаль все это как-то облагораживает и даже, можно сказать, обогащает. Очень по-разному раскрывается этот аромат в разное время года. Зимой он согревающий, более какой-то пряный. Летом там вот, ну, вот откровенно такой вот сахар тягучий, душный. На любителя. Короче, так что пробуйте, пробуйте, обязательно пробуйте. Начну с ароматов, которые у меня есть сейчас в моей коллекции. Первый аромат это Mademoiselle Piguet от парфюмерного дома Robert Piguet. Очень я уважаю этот парфюмерный дом, хотела бы себе приобрести еще аромат от этого, от Roberto Piguet. Ну, посмотрим, всему свое время. Аромат Mademoiselle Piguet это современный аромат, то есть это не из ретро. Потому что дом очень старый, какие-то ароматы до сих пор, вот, они сохранились с тех, с тех, с тех еще времен основания этого дома. Этот аромат современный. Это аромат яркий, очень сочный, очень сладкий, но не приторный. Он даже какой-то, его можно назвать сладко-свежим, может быть, за счет зелени, может быть, за счет того, что апельсиновый цвет здесь вот просто лидирующий. Для меня этот аромат один из самых вот таких красивых с апельсиновым цветом. Я люблю еще, конечно, Serge Lutens Fleur d'Oranche, люблю Fleur d'Oranche от Le Labo. Но вот у меня сейчас есть этот аромат, мне другие не нужны. Вот для меня он такой квинтэссенция Fleur d'Oranche и миндаля. Тут Fleur d'Oranche, миндали, белые цветы. В общем, такая приятная, не поверю сказать этого слова, композиция очень эмоционально располагающая, очень дружелюбная. Даже если вы не любите какие-то нишевые ароматы сложные, мне кажется, вот он вам понравится в любом случае. Он кому-то может показаться тяжеловатым, кому-то может показаться чересчур таким насыщенным. Но на самом деле это не так. Важна дозировка, важна, опять-таки, климатические условия. Он прекрасен и зимой, и летом. Он у меня появился летом, поэтому мне как бы нравится его носить летом. Вот прям пожарее. Он тогда раскрывается просто на все 100%. Там и сладость, там и свежесть зеленых листьев, там и миндаль кремовый, красивый, свежий. Великолепный. Великолепный аромат. Роберт Пеге, мадемуазель Пеге. Попробуйте. Если вдруг. Аромат от компании Burberry. У меня такой набор их миниатюр. Burberry Breed. Вот так выглядит он. И флакон тоже вот с этой фирменной клеткой Burberry. Вообще ароматы Burberry меня очень так приятно удивили. Они интересные, они необычные. Но есть, не знаю, может быть это мое мнение. Вот все ароматы почти, которые есть у меня вот в этом наборе миниатюр, в базе, они вот все равно какие-то немножечко одинаковые. Но это как бы особенность, мне кажется, каждого парфюмерного дома. Аромат Брид. Вот Пёрбери. Содержит миндаль, да. Но чем аромат этот мне нравится? Он цитрусовый. Я слышу тут яркие. Вот на старте тут, да, яркие-яркие цитрусы, бергамот. Может какие-то грушевые ноты. Вот что-то такое вот очень свежее, очень легкое. Нестандартно звучащее. Вот правда, очень классно. Очень, очень стильный аромат. Знаете, вот про ароматы сложно сказать. Ох, такой модный, стильный, эпатажный. Но вот этот вот правда, вот он такой какой-то стильный, юный что ли. А алманд, алманд, миндаль здесь больше идет в базе. В начальных нотках я его вообще не слышу. Когда я его носила, я знала, что там миндаль, я старалась его найти. Но на самом деле, если бы я не знала, для меня это был бы такой вот яркий, зеленый, фужерный, цитрусовый, какой-то зеленый, с какими-то, не знаю, может быть, грушевыми, свежими вкраплениями аромат. Но, тем не менее, миндаль здесь присутствует. Да, я вам показываю его. Вот такой вот аромат. Познакомиться с маркой Бёрбери вообще было мне очень интересно. Буду дальше продолжать знакомство. Классная, классная марка. Следующий аромат – это Black Opium от Yves Saint Laurent. Здесь у нас, конечно же, есть где разгуляться. Это просто мощь, это сладость, это алкоголь, это кофе, это ликеры, это все тягучее, такое плавящееся. Вы знаете, как сироп вы делаете, когда из сахара что-то такое, вот такое обжигающее, сладко, приторно. Она интригует, но он интригует, тем не менее. И здесь, да, здесь есть миндаль. Для меня этот миндаль такой более, ну, не подкопченный. Когда вы на сковородке делаете, да, вот эти свежие миндальные зерна, вот обжариваете, вот что-то здесь такое. Но за счет сладости его тут практически не слышно. Не слышно тоже в базе, да, в базе, да, где-то минут через 40 вы уже можете его найти. Обонять на своей коже. Обожаю, обожаю блэк опиум. Да, аромат уже приевшийся. Аромат очень популярный, очень такой раскрученный. Но вот есть в нем что-то такое притягательное для меня. Далее, следующие ароматы будут от одного парфюмерного дома. Серж Лютанс. Так получилось, что я, ну, люблю Сержа Лютанса, вы знаете. И вот ароматы, которые у меня есть с миндалем, они в основном от этого парфюмерного дома. Так что, если вы не любите Сержа Лютанса, можете смело идти пить кофе. А кто любит, оставайтесь. Я вам все покажу, расскажу. Итак, Серж Лютанс. Молочный зуб. Моя относительная новинка. Дент Дулейт. Молочный зуб. Аромат. О миндале. Аромат. Знаете, я фрагрантику смотрела. Там, значит, у нас миндаль. Молочные ноты. И металл. И еще, по-моему, еще что-то. Гиллиантроп или что-то такое. Но вот есть тут, есть тут. Я, знаете, я когда его первый раз попробовала, мне показалось, что он очень-очень безумно похож на аромат волчица. Тоже от Сержа Лютанса. Но когда вы его носите, это, конечно, совсем другая история. Для меня это аромат ностальгический. Ну, впрочем, как и все ароматы этого дома. Миндаль здесь, безусловно, есть. Кто-то пришел. За счет металла он больше, наверное, такой холодный. Бубочка. У нас тут собачка. Он более холодный, такой несъедобный, скажем так, миндаль. Больше такой, ну, как, знаете, бывают фрукты восковые. Вот что-то такое. Абсолютно вот не гурманская, абсолютно другая вообще эмоция здесь идет. Вот Сержа Лютанс, аромат Дендолейт, молочный зуб. Ну, вот такой яркий представитель миндальных ароматов, но совершенно других. Совершенно, абсолютно, неожиданно вас удивляющих и, надеюсь, пленяющих. Потому что, ну, я люблю. Я люблю Сержа Лютанса. Это один из моих самых любимых парфюмеров, парфюмерных домов. Эмбуа Ванил, здесь уже совсем другая история. Для меня это аромат более ванильный, для меня это аромат более кокосовый, какой-то теплый. Миндаля я тут практически не слышу, потому что ваниль здесь настолько ярко. Древесный, ванильный, теплый, такой вот уютный, очень классный. Вот, ну, миндаля здесь, он заявлен в пирамиде, я специально смотрела, но нет. Для меня этот аромат более ванильный, Эмбуа Ванил. Ну, следующий аромат с миндалем от Сержа Лютанса, это великолепная головокружительная Датура Нуар. Колдовской аромат. Тубероза, кокос. Миндаль, он присутствует, но для меня я его слышу практически там, не знаю, уже под самый-под самый конец, на следующий день, в базе. Конечно, наверное, если бы он был бы более, нам небо, наверное, бы раскрывался более ярко, этот аромат был бы для меня больше, более носибельным, более теплым, более каким-то дружелюбным. Для меня он не дружелюбный. Иногда он великолепный, иногда он меня дополняет, иногда он просто до головокружения мне нравится. А иногда он, наоборот, колючий, хищный, враждебно настроенный. Ну, все зависит от моего настроения. Но вот с этим ароматом все время такой, знаете, один шаг вперед, два шага назад. Но он, тем не менее, прекрасен. Обожаю. Обожаю Датуру Нуар. Больше бы мне здесь миндаля бы открывалось, было бы вообще хорошо. Следующий аромат, два аромата, тоже от лютанса, это волчица и это рахат лукум. Такие два самых, наверное, вот тоже популярных аромата с миндалю. Итак, начнем с волчицы. Волчица для меня прекрасна с первых, наверное, первые минут 15. Дальше на мне это раскрывается очень медицинским, по-медицински, очень как-то специфично, холодно, порошково. Почему-то раскрывается таким свежестью и какой-то чистотой, которую вообще не ожидаешь от этого аромата. Но первые вот эти 15 минут, только когда вы его наносите, это у меня два отливанта, только когда вы наносите его, это, конечно же, миндаль, миндаль, миндаль. Но вот опять-таки здесь очень похожая история на молочный зуб. Миндаль здесь не съедобный. Миндаль здесь такой вот больше для красоты. И, как знаете, в кремах уходовых, вот что-то такое. Он не натуралистичный, его не хочется вот прям вдыхать, и он не вызывает никаких таких эмоций, ну вот, которые связаны, например, когда вы видите красивый десерт, когда вы вдыхаете какую-то выпечку и что-то такое. Ну, как, например, в предыдущем, там, Буа Ванил, да, это, да, это съедобно, это вкусно, если можно так сказать про аромат, да, это притягательно. Здесь наоборот, здесь, на мой взгляд, более такой отталкивающий аромат, холодный, высокомерный, но, безусловно, красивый. Если он кому-то подходит, то, мне кажется, это вот прям бомба, бомба. Мне он, к сожалению, не подошел. Чего я не могу сказать о аромате рахат лукума. Вот, Сержа Лютанца, здесь как раз самый-самый-самый-самый натуралистичный миндаль, который я когда-либо обоняла. Вот, я уже говорила про него, он нагревается на коже, он нагревается на коже, как вот на сковороде, знаете, когда вы миндаль разжариваете на сковородке, подогреваете, подогреваете вот эти свежие его зерна. И вот он отдает весь аромат, всю вот эту маслянистость свою, и запах потрясающий. Вот прям вот хочется его скорее съесть. Вот здесь вот именно такой миндаль. А в рахат лукум я вот слышу вот эту сладость, миндаль, сахарность, какую-то кремовость, немножечко такую древесность. Потрясающая вообще композиция, потрясающая стойкость, необыкновенный. Необыкновенный, уже говорила, будет возможность куплю. Будет возможность, обязательно куплю себе рахат лукум. Еще один яркий представитель, у меня, к сожалению, его нет ни пробника, ни флакона, ничего. Но я очень хорошо этот аромат знаю, потому что моя подруга Виктория им пользуется, поэтому я его знаю вдоль и поперек. Сколько лет мы дружим, она вот отдает предпочтение этому аромату уже давно. Это рахат лукум. Ну нет, это просто лукум от Кейку Мичери. Лукум, знаете, такой красивый у нее флакон, как такой цветочек, такой закрытый бутон. Вот он для меня очень похож на лютанса, на рахат лукум. Тоже миндальный, тоже сладкий, обволакивающий, очень женственный. Мы живем в Сиднее, Виктор живет в Сиднее. И вот на жаре, на жаре вот эти ароматы раскрываются просто восхитительно. Я думаю, было бы интересно попробовать носить их в холод, вот прям снега, в морозы. К сожалению, пока у меня такой возможности нет, поэтому ничего я вам не могу сказать, как эти ароматы раскрываются в таких условиях погодных. Но вот в наших условиях погодных они просто потрясают. Ну что же, надеюсь, вам понравилось это видео. Я сначала хотела снять видео о ароматах с нотой уда, потом с амброй, потом еще с чем-то. Потом почему-то вот решила снять с миндалем. Надеюсь, вы не против. Пишите, пишите, может быть, какие-то заявки парфюмерные. Мне будет всегда, ну, мне интересно всегда вас читать. Вдруг вам интересна какая-то определенная группа ароматов, чтобы я о ней рассказала. Я с удовольствием постараюсь сделать такое видео. Все, с вами была Аленка Блок. Всем пока, чао-чао, пока. Субтитры сделал DimaTorzok